ребята всем привет хотел посоветовать вам новый сайт грузоперевозок тех кто ищет грузы либо машину это новый сайт мобикарго на этом сайте ребята вы можете найти грузы найти поиск машины можно загрузить мобильное приложение проверить корт агентов есть также много грузов вот всяких разных можно позвонить договориться и поехать через эту компанию так как ссылочку ребята я оставлю в описании переходите и регистрируйтесь на мобикарго так ребята всем привет сегодня у нас вторник уже получается 12 часов сейчас будем распаковывать вещи только что я из дома вот да по догрузу расскажу позже сейчас распаковываю вещи и теперь момент надо заполнить новую шайбу старая шайба она у нас вертелась долго по городу но вообще машина стояла я по городу ездил поэтому она надолго здесь задержалась время надо настроить время так часы 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 так 13.32 это наше челябинское время там я где буду уже по московскому времени ехать менять ничего не буду соответственно все положили так ну все положили воздух накачали все ребята в путь погнали на улицу у нас 9 град 10 грубо говоря градусов так 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 выезжаем держим мы путь конечно же на уфу по уральским горам сегодня опять поедем вот опять же и у нас получается едем и в ивановскую область какой-то там город поселок потому что до грузу я не взял так как приехал короче надо груз должна быть там какая-то оцинкованная труба две пачки длина 6 метров я приехал а мне говорят тут длина короче не 6 а 7 представляете ребят длина у меня 6 кузова а там 7 но я им говорю у меня не войдет ну и туда и сюда померили в итоге короче у меня не входит этот груз и что делать и просто я не войдет я не войдет я не войдет просто я заплатил ему соточку этому пацану кто просто грузчик который у нас получается в питере соответственно я еду в этот край до нашли мы из челябинска груз до иванова времени реально времени мало было мало времени чтобы найти хороший груз вот соответственно и вся печаль беда вот они ребята горы начинаются потихонечку подъезжая к миасу вот он я еду подъезжаю к миасу дорога дорогой а погода погодой гавана если честно потому что идет дождик я запарился у меня не работает вот не знаю ребят конечно я знаю видим похожую причину я знаю почему у меня вот первое положение вот она да вот она вот это его нету оно есть но оно не работает а почему а потому что я сначала думал что у меня не этот самый реле типа неисправно я поменял реле там и сям видимо у меня дело в самом моторе дворников поэтому у меня через время они не работают ну я короче не заморачиваясь так и езжу потому что ну реально смысл сейчас я уже так давно езжу поэтому они никогда и не работали я и привык так что они не работают ни хера бля вот ребят потихонечку поднимаются мы в корочку обогнал почти всех начинает закладывать немного ушки поэтому едем 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 вот дорога сейчас у нас уходит сужается я скоро будет свата уст дай бог вроде снега нету нормально поэтому вот тоже блин я не я с 5 тоннами пока поднимаюсь бодро реально ребят я еду сколько вон 53 километра в час вот уши от ушли классно вот такие горы у нас ребят можете наблюдать классные 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 горы ну как обычно камеры какие стоят надо с народа бабло то рубить поэтому едем едем по горам вот он подъем ребята еще один ну мы наверное его не вытянем не вытяну я на шестую переключу вернее на седьмую но автовозик это я еще попробую потянуть попробуем попробуем в автовозе когда вот обошли автовозе к идем 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 в подъем он долгий будет этот подъем у нас пять километров можно даже не напрягаться потихоньку просто ехать вот сколько я пятьдесят еду пятьдесят где-то да пятьдесят пятьдесят нормально десять минут и мы поднялись татарская фура меня обогнала поливочка ну и да вот так вот ребят потихонечку мы катимся а наверху ребята на горе уже два градуса тепла и пролетает снег да причем в прямом смысле ребята это летит снег как бы еще сыра но снег уже летит короче вот здесь ребята видите какая картина сверху туман я поднялся спустился с горки снизу вроде и дождя нету вроде так все прекрасно все хорошо ребята сразу говорю извиняйте пожалуйста меня если я там не успеваю там да кому передать привет там бывает да вы мне пишите не во мне не трудно но просто бывает то интернета нету таких да местах то еще чего нибудь поэтому или я просто забываю как бы да ну по возможности я стараюсь все сделать и поэтому так же кто-то писали мне люди типа что будет проезжать мимо там-то там-то остановись встретимся поболтаем там да не вопрос я только за ну реально бывает я тороплюсь ребят бывает я серьезно я тороплюсь и так же как сейчас мне надо ехать до иванова выгрузиться в четверг а сегодня вторник а мне еще 1400 ехать и погода какая видите поэтому работа превыше всего график сбиваться от графика уходить нельзя иначе все стройки сорвутся и людей буду подводить вот ребят сентябрь месяц на носу смотрите а в горах идет снег все в горах зима потихонечку помаленечку сейчас завалит на хрен вас всех тут тут из гор горы завалит на хрен снегом все блин как обычно она потихонечку помаленечку пробуем пробираться главное чтоб нас сегодня не засыпало тут ну конечно тут и снег пошел да 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 а здесь вообще видимость вообще никакая и снег пошел ночью короче лучше наверное горы не проходить потому что ночью тут по-любому заморозки если сейчас тут 2 градуса то ночью я думаю здесь вообще жопа тут можно неплохо так прифигеть ночью поэтому езжайте ребята днем по горам по нашим по уральским либо вы не будете стоять хотя бы в пробках выйти туман снежище все горы как обычно в своем репертуаре снег говорят только здесь а дальше на уфу нормально смотрите у меня вон я пассажирское покажу как облепило снегом уже конкретным вот а я еду дальше спускаюсь уже поднялся уже спускаюсь короче снег этот валит безукоризненно поэтому что делать еду потихонечку кто-то мне говорил что я медленно спускаюсь ребята ну вот навигатор показывает 67 уже 70 ну да надо оттормазываться скорость немаленькая ретарды нет горняка нет что вы хотите там чтобы я тут сломя голову улетел что ли нахер мне это надо потихонечку может нахер ох кто-то красота ребята горы горы урала красота сейчас подъезжаем и рязани потом у нас сим ну а потом равнина и там практически уфа бахири в принципе нормально вот они ребята красоты горы туманец здесь потеплее здесь 5 градусов уже на улице уже не 2 не полтора не не 3 и 4 а уже 5 мы уже приближаемся куба в кире так будет гораздо теплее я полагаю красота ребят четко дайте урал прав красивый да и да вся россия да и не россия везде красивые нас нету да так вот ребята наш долгожданный sim спуск будет сейчас сима вкус короче интересный вот я здесь а был ребята вот здесь я фоткал афиньшу я в горах так что все как бы также не меняется горы я правда еду я спускаюсь быстро надо притормаривать вот он весь в тумане ничего не видать сим этот весь тумане грязь обалдеть так ну-ка его нафиг переходим на пониженную потому реально я сейчас тут них они собираясь колодки полить спуск у нас хорошечный вот он спуск с левой стороны город прямо получается гора какая-то прямо у нас нафиг надо потихоньку спускаться но его нафиг это принципе то последний у нас сейчас пока на пути такой затяжной вкус блин нифига то дорогу размывает ребят смотрите да блин я могу орать кэшпэн я уши заложено еще немного а так капец смотрите да проехал я горы ребята уже выехал грубо говоря на равнину все у нас сейчас впереди уфа и уфа нас встречает вот такой тоже принципе мерзкой погодой и не ничего не меняясь только вместо снега и идет дождь вот так вот показать вам все зеркало в каплях это каплях дворники постоянно херачат работают поэтому надо сейчас немножечко проеду в кафе остановлюсь поужинаю и буду давить до конца потому что до села этого я опять майдакова по-моему 1215 метров осталось но полторы то есть выехал я грубо говоря в час время 6 за пять часов я проехал 300 километров нормально в общем ребята не повезло мне чуть-чуть беда бедовская проехал уфу уже почти на татарию вышел и проблемас проблемас короче на спуске здесь на одном из спусков вот сейчас я вам покажу впереди вот видите вот там вот случилась большая авария две фуры чуть ли не лоб в лоб короче еще и третью зацепили два мерседеса и дав перекрыли полностью вообще движение тем более там оторвался бак топливный и всю дорогу солярой залили поэтому не знаю при думаю что правильное решение принять как сейчас развернуться и доехать хоть докуда-то и там короче встать на ночевку потому что здесь бесполезно ждать до утра когда они их растащат что они с ними будут делать самое главное хорошо что остались все живы правда у одного кто виновник у него ногу сломал пострадала у него нога остальные все благополучно нормально металл металл смялся ладно хоть люди живы остались вот такая беда у ребят случилось все стоит я сейчас буду разворачиваться здесь вот пожарка стоит там скорая уже увезла меня сейчас товарищи полицейские будут это с мчс никами разгребать как чё я не знаю в общем ребята еду я за двумя курами впереди едет они знают объезд я поехал за ними объехали ребята пробочку эту самую аварию ребята провели меня все он нормально выехали не доехала чуть-чуть до набережных челнов сколько тут двадцать четыре километра где-то не доехал да уже все уже спать я хочу уже два часа ночи но нафиг блин завтра завтра буду проезжать этот весь километраж спать надо встал на стояночку 150 рублей стояночка здесь кстати заправлялся экватор вот не знаю завтра заправиться не заправиться здесь будет видно там решим вот стояночка здесь 150 рублей и там есть кафе сказали завтрак бесплатный ну принципе или чет на все виды топлива о еще и три процента офигеть ну классно 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 ну все ребят блин сейчас буду раскладываться и спать а завтра а завтра уже будет следующая серия так что обязательно смотрите видео чтобы не пропустить по кто не подписан и подпишитесь обязательно подпишитесь это самое обязательно смотрите продолжение моей моего дальнобоя успею ли я приехать в срок и вообще по загрузкам чё ли у меня будет как будет нормально ли я загружусь поеду либо поеду за дарма короче будет видно вот поэтому огромное всем спасибо кто смотрел это видео всем добра и пока а я спать а вот и тут вот она заправка экватор вот она заправка трасса всем пока пока